Люди, о которых говорят и которых с удовольствием слушают. Настоящие профессионалы и интересные собеседники. В прямом эфире «Народной волны» с Игорем Цесарским. Наш эфир продолжает программу «Радиоблог» с Игорем Цесарским. Здравствуйте, Игорь. Добрый день, Серёжа. Добрый день, увлекаемые радиослушатели. В эфире очередной выпуск «Радиоблога». И, как всегда, мы будем говорить о том, что происходит в нашей стране. О самых таких, я бы сказал, полезных точках происходящего. Потому что, к сожалению, мы бы и рады порадовать. Но большей частью пока нечем. Но и огорчать вас сильно не будем. Постараемся просто объективно поговорить о том, что есть. А может, и что будет. Сегодня со мной в эфире один из наших уважаемых авторов нашего континента, нашей интернет-газеты и нашего ТВ-клуба «Континент». Человек, чьи материалы как публицистические, так и художественные, вызывают, как правило, достаточно серьёзный резонанс. Они читаются не только у нас в стране, они читаются далеко за её пределами. Ну, я даже скажу, там было пару статей, которые, по-моему, по сей день ещё гремят какие-то отголоски споров. Ну, а там, где спор, там, конечно, не всегда истина рождается. Но, тем не менее, вопросы ставятся этим автором серьёзные. И мы постараемся и сегодня их использовать в нашей беседе. Итак, Яков Фрейдин из Сан-Диего. Учёный, писатель. Ну, и наш добрый друг нашей редакции. Яков, приветствую вас. Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители. Вот. Ну, сегодня у вас вы в таком очень интересном антураже, с трубкой, которая, видимо, имеет какое-то к нашей беседе какое-то отношение. Не правда ли? Ну, я не знаю, имеет ли она отношение к беседе, но, по крайней мере, придаёт мне такой умный вид. Ладно, я сейчас отложу эту трубку, чтобы она нам не мешала. Хорошо. Трубками, да, по части трубок и вообще всего, что связано с сигаретами, и это к нашему уважаемому ведущему радио «Народной волны» Серёжа Зацепина. Он как раз любитель. Он бы с вами поддержал именно эту тему, но я всё-таки немножко уйду от неё, потому что тут же какие-то ассоциации возникают с некими правителями. Сегодня мы не будем говорить. Не будем говорить. Мы будем говорить о политике. Хорошо, Яков. Окей. Ну, учитывая, что вы находитесь в таком интересном штате, как Калифорния, мы уже не раз с вами обсуждали, что же там происходит. Ну, нас, конечно же, интересует нисколько то, что происходит в каждой отдельно взятой палатке, где каждый отдельно взятый бездомный сейчас прибывает. И, в общем-то, сугубо вблизи от нормальных людей, которые живут в каких-то своих домах. Я не говорю, что бездомные ненормальные. Ну, вот это интересный момент. Судя по тому, что мы с вами говорили перед этой передачей, сейчас со всей стороны туда слёт идёт людей, которые заинтересованы нормальным вот таком, ну, если можно его назвать, жилье, трёхразовом питании. Они, в общем, в такой обеспеченной государством жизни. Так что там всё-таки? И как это, относится ли это к Сан-Диего? Или это только всё-таки там, где-то Лос-Анджелес, Сан-Франциско? Ну, вы знаете, Сан-Диего – это часть Калифорнии, которая называется не столько западный штат, сколько левый штат. Потому что он не только на карте помещен с левой стороны, но он также помещен и в мозгах с левой стороны. Сан-Диего – далеко не худшее место в этом плане. Я думаю, потому что всё-таки у нас здесь базируется Тихоокеанский военно-морской флот и довольно сильно присутствие военной мощи Соединённых Штатов, которая наводит, ну, определённого рода дисциплину в городе. Хотя у нас число бездомных растёт не по дням, а по часам. Но это ни в какое сравнение не идёт с такими местами, например, как Сан-Франциско. Или Лос-Анджелес. Например, мой сын живёт в Лос-Анджелесе. Так такое впечатление, что вокруг него одни бедуины. Потому что он живёт прямо в даунтауне, в центре города. И там стоят целые палаточные города вокруг него. Выходишь из дома, и ты не знаешь, ты в пустыне Сахара или ты в центре огромного города. Ну, ещё хуже дела обстоят, насколько я слышал, в Сан-Франциско. И это, конечно, общая тенденция. Ну, конечно, Калифорния – это тёплый штат. Но самое главное, что здесь много халявы. И за наш счёт, за счёт налогоплательщиков, это всё раздаётся. К сожалению, это общая тенденция по всей стране. И причина этому, Игорь, я думаю, заключается не только в тёплом климате, который здесь у нас есть в Калифорнии, сколько в том, что в стране происходит, ну, мне страшно произнести этого слова, но происходит социалистическая революция. И это затрагивает не только нас. Ну, Бог с ними, как говорится, с бездомными, но куда более серьёзные события происходят во всей нашей жизни. То есть мы теряем свободу слова, вернее, мы уже её практически потеряли. Наше счастье, что мы говорим по-русски, и нас не так много американцев слушает, иначе нас бы тоже задавили бы очень быстро. Но есть очень совсем маленькое количество англоязычных радиостанций и телевизионных станций, где люди могут говорить менее более, не опасаясь за свою судьбу и за свою профессию, за своё положение в обществе. Поэтому вот будем этим пользоваться. Ну, конечно, мы этим пользуемся, мы не скрываем этого, хотя, в общем-то, и до нас добираются вот эти, так сказать, щупальца Цукербергов и же с ним. Почему? Потому что на те или иные наши материалы или записи возникает та самая реакция запретительная, и мы, в общем-то, получаем. Но понятно, что некоторые вещи, которые мы, в общем-то, имеем счастливую возможность обсуждать, скорее всего, в каких-то англоязычных эфирах просто бы... Я думаю, кончилось бы для ведущих плохо, потому что там всё больше гайки эти закручиваются. Мы, конечно, и слава богу, что существуют такие ведущие, как Левин, там, как, я не знаю, даже этот список, ну, Карлсон, Хеннеди и так далее, но, в принципе, даже многие консервативные, если вы заметили, стараются как-то более аккуратно выбирать, да, какие-то формулы и так далее. Конечно. Ну, вот, а как вы думаете, почему это так произошло в Америке? Что вдруг случилось необычного? Почему эта великая страна, как говорится, форпост всего капитализма за такое короткое время свалилась в такую пропасть? Что произошло? У вас есть, Игорь, на это какой-то... А давайте так мы сделаем и вспомним один ваш недавний материал. По-моему, вы пытались именно на этот вопрос найти ответ. Причем материал, конечно, вызвал большие споры. Почему? Потому что, в общем-то, там досталось и 45-му президенту, которого, в принципе, мы уважаем. И, в общем-то, сравнивая его правление как с предыдущими, так и с нынешним, тут даже нет двух мнений. Но, тем не менее, ваши критические стрелы были направлены. И в чем-то, да, в чем-то я могу согласиться, потому что мы ожидали, по крайней мере, какой-то другой реакции на вот это бесчинство, которые были летом и так далее. Ну, что говорить? Победу у него так или иначе украли. Это для нас очевидно. Но скажите, вспомните основные положения той статьи, это будет ответ на ваш вопрос. Ну, хорошо. Значит, статья, о которой вы упоминаете, она называлась «Я обвиняю», которая была написана, ну, как бы, в подражании великому Эмилю Золя, который 122 года назад написал статью «Жакюз», что значит «Я обвиняю», обвинив президента Франции и весь французский народ в антисемитизме. Я в своей статье попытался обвинить американский народ и обвинить всех и левых, правых, в том числе и президента Трампа в той страшной ситуации, в которой свалились Соединенные Штаты. Но прежде чем я буду кого-то обвинять, я бы хотел, Игорь, вспомнить такие основные вехи, что привело страну к этой ситуации и почему мы пытаемся найти виновного. Потому что, вы знаете, в русской традиции всегда было два классических вопроса, что делать и кто виноват. Нет, сначала кто виноват, а потом что. Я не думаю, что я смогу сегодня ответить, что делать, но по крайней мере, что виноват, давайте вот мы немножко вспомним это дело. На самом деле, все это началось не вчера и не сегодня. И даже, как некоторые люди говорят, не 50 лет назад, а началось это все, на самом деле, я бы сказал, 100 лет назад. Началось это после, после Первой мировой войны, когда Германия, в Германии произошла революция. На самом деле, в России произошла революция 25 октября 1917 года, и ровно через год в Германии произошла ноябрьская революция, которая продержалась до 1919 года, до тех пор, пока в Германии 11 августа 1919 года не образовалась так называемая Ваймарская республика. Но в отличие от России, где большевики навели всеобщий террор, и только благодаря этому террору они смогли удержать власть, такие коммунисты, которые были, ну, вроде там, Клара Цеткин, или кто там еще у нас был, ну, неважно, сейчас я взгляну, у меня где-то даже было записано, это была Клара Цеткина, Карл Липкнер, Курт Айснер и так далее. То есть, вот эта группа людей, они не хотели вводить террор, они решили сохранить элиту германскую, и сохранить даже элементы капитализма. То есть, вот эти социалисты-коммунисты, они пришли к идее фашизма. Эту идею фашизма, фашизм, кстати сказать, слово, которое было скомпрометировано Гитлером, на самом деле, фашизм, это означает, ничего плохого не означает. Это означает, то, что существует частная собственность, но она находится под сильным контролем государства. Эту идею принял Муссолини, и потом эту идею от Муссолини принял Гитлер, и Гитлер установил фашизм, но он установил не просто фашизм, он установил национал-фашизм. То есть, Гитлер к фашизму принес элемент национализма. Но что произошло дальше? Ваймарская республика просуществовала очень недолго, и она быстро развалилась, потому что такой парламентский подход совершенно не способствовал удержанию власти. И началась борьба между левыми и правыми, между коммунистами и фашистами. Но в 1923 году произошло вот то, что привело к сегодняшней ситуации в Соединенных Штатах. В 1923 году была организована так называемая Франкфуртская школа. Это Франкфуртская школа критического подхода. Она называлась критической теорией. Франкфуртская школа была организована на деньги мецената Феликса Вайля. И вот она стала разрабатывать то, что называется неомарксизм. И этот неомарксизм был основан на том, что нужно переобразовать, переучить народные массы через культуру, через образование, через музыку, через кино, через театр. То есть поломать старую культуру и насадить новую культуру. И вот эта Франкфуртская школа хотела ввести вот этот самый неомарксизм. Конечно, это была философская школа. А как мы знаем, философия – это 99% словоблудия. Но тем не менее 1% там содержал в себе вот эти инструкции. Когда в 1933 году Гитлер пришел к власти, он эту франкфуртскую школу всех этих евреев, которые были, по сути дела, костяком этой франкфуртской школы, а там были такие имена, как Макс Коркхаймер, Херберт Маркьюз и другие. Он их всех из Германии выдавил. И они уехали куда? Они уехали в Соединенные Штаты. И они обосновались в Принстонском университете. И вот оттуда, по всем американским университетам, вот эта зараза неомарксизма, она стала распространяться по всей Америке. Потом, когда произошла Вторая мировая война, и после Второй мировой войны с фронта вернулись уже, после окончания войны вернулись сотни тысяч американских солдат, в Америке было введено такое правило, что такой закон, что все участники Второй мировой войны имели право на бесплатное образование. И миллионы буквально молодых американцев кинулись в университеты. Университеты не могли осилить такое количество, наплыв такой студентов, им нужны были преподаватели. А кто были преподаватели? Преподаватели были вот эти самые неомарксисты, которых стали привлекать в университеты. И они стали обучать молодых американцев вот этому неомарксизму, стали вводить, вкладывать их в головы идеи, идеи того, что нужно, что коммунизм хорошо, а капитализм это плохо. То есть идеи справедливости, идеи равенства, идеи, которые, казалось бы, звучат красиво. Да, но тут имеется один интересный элемент. В марксизме Карл Маркс ввел понятие разной борьбы. Вот борьба была необходима для захвата коммунистами власти. Для этого нужен всегда образ врага, а вернее нужно было разделить общество на два. И Маркс разделил на классы. Класс эксплуататоров и класс эксплуатированных. И несчастным эксплуатированным классом у Маркса был пролетариат. На Западе пролетариат оказался не таким несчастным и не таким плохим. Потому что рабочие в Соединенных Штатах жили совершенно неплохо. И это был средний класс. И воевать за свою свободу никто не хотел. Поэтому вот эти неомарксисты, они решили ввести другой образ врага. Они ввели понятие расы. То есть разница не по классам, а по расам. Значит, а какие расы? Значит, ну, расы, так сказать, самое очевидное, по цвету кожи. Значит, и таким образом врагом был назначен белый человек. И вы знаете, Игорь, я совершенно не обвиняю черных людей. Их сейчас почему-то не принято называть неграми, хотя я ничего плохого в этом слове не вижу. Но негра от слова «ни-игро» означает просто черный. Но, тем не менее, эти люди в большинстве своем совершенно не разделяют эти идеи. Эти идеи расового подхода – это белая идея. Им нужно для того, чтобы использовать этот инструмент для захвата власти. Вот эти люди, которые борются за расовый подход, и вот то, что называлось раньше «критическая теория» во франкфуртской школе, сейчас стало называться «критической расовой теорией». И вот это приводит к потрясениям и к войне, и, я бы сказал, к революции. Теперь давайте очень коротко вспомним, что нужно для того, чтобы произошла революция. Я совершенно не собираюсь вам пересказывать государственную революцию Ленина. Но для революции всегда нужно глобальное потрясение. Вот я вам возьмем последние 150 лет. Если вы помните, в 1870 году что было? Была пранков русская война. Вот эта война была потрясением для Франции. И к чему это привело? Это было к Парижской коммуне. Это была французская революция 1871 года. И вот в мае этого года закончилась война, но это была Парижская коммуна. Потом была Первая мировая война 1914-1918 годов. К чему это привело? Война привела к революции в России и к революции в Германии. Но не забывайте, что Первая мировая война была, на нее еще наложилась пандемия испанки, испанского гриппа. Вот это мировое потрясение привело к новой революции. Потом изменился мир. Вторая мировая война. Вторая мировая война к чему привела? Она привела к революции в Китае. То есть Китай стал коммунистическим. И она привела к созданию социалистического лагеря в Восточной Европе. Ну и распад колоний. Да, и развал. Совершенно верно. Распад колониальной системы. Англия, Франция и так далее. Сейчас новое глобальное потепление. Эх, потепление. Хорошо, попрэйзов. Извините слово потепление. Сейчас новое глобальное потрясение. Пандемия коронавируса. Есть определенные теории, которые, конспиративные теории, что эта пандемия была вызвана искусственным способом для того, чтобы опять же сделать эту самую революцию. Я, честно говоря, эту теорию не разделяю по одной простой причине. Было бы очень глупо вводить эту пандемию искусственным образом, потому что ее невозможно контролировать. Она совершенно, этот вирус бесконтрольный. И поэтому это могло ударить и туда, и сюда. Я думаю, что это было совпадение, но это совпадение левые силы использовали очень, очень сильно. Они решили, окей, вот когда народ запуган, когда народ сидит по домам, боится выходить на улицу, вот тут начнем грабежи. Вот тут начнем все это безобразие, то, что было прошлым летом в Соединенных Штатах. И сейчас введена вот эта цензура, потеря слова. И когда я написал статью свою, Игорь, под названием «Я обвиняю», я обвинял в основном американский народ, самое главное. Вы знаете, я живу в этой стране много лет, уже, значит, вот сколько, 44 года. И я любил всегда американский народ. Я считал, что это лучший народ на земном шаре. Отзывчивый, добрый и свободолюбивый. К сожалению, русский народ в России произошла негативная селекция. В результате того, что в результате репрессии Второй мировой войны лучшая часть народа были выбиты. И поэтому генофонд резко ухудшился. Я пришел к выводу, что ну вот в России 90% людей гадкие люди. А в Америке, я думал, хорош. И сейчас я пришел к выводу, что разница лишь только в процентах. В Америке тоже полно гадких людей. И таких людей, к сожалению, оказывается, ну по крайней мере, 50%. Меньше, чем может быть в России, но все равно огромное количество. И поэтому я обвинял Соединенные Штаты в том, что они сбросили с себя любовь к свободе. Я обвинял демократов в том, что они насадили вот эту образованщину и отобрали у молодых людей стремление к свободе. Стремление к независимому мышлению. К желанию выбиться вперед. Стали нивелировать всех по низшему уровню. Как в той шахматной игре, где все фигуры серого цвета. Неважно, все серые, как говорится, шахматная задача. Серые начинают и серые выигрывают. То, что было в Союзе в 30-х годах. Но в Америке стало еще хуже. Вы знаете, посмотрите, сейчас даже запрещают математику. Потому что в математике есть правильное решение, задача есть неправильная. Это несправедливо. Все правильно. Все решения хороши. Понимаете, это же полный идиотизм. Это значит, что в стране сейчас наступает властвование бездарей. Это бездарей начинает править страной. Я обвинял их всех. На этой прекрасной ноте, что бездарей управляют нашей страной. Кстати, возразить-то вам нечем. Ну, конечно, бездарей. Но тут наступил момент очень важный. Момент рекламы. Мы уйдем на несколько минут, а потом продолжим. О том же и с теми же. Люди, о которых говорят и которых с удовольствием слушают. Настоящие профессионалы и интересные собеседники. В прямом эфире «Народной волны» с Игорем Цезарским. Продолжаем нашу программу. Напомню, что в этом сегменте вы можете позвонить к нам в студию по телефону 847-400-5200. Задать ваш вопрос. Кстати, у нас есть звонки, Игорь. Да, пожалуйста. Мы только напомним, что с нами писатель, ученый Яков Фрейдин из Сан-Диего. Слушаем вас. Алло. Да, пожалуйста. Добрый день. Моим имя Михаила. Из вашей статьи, из вашей речи не вытекает лист во всех бедах Америки. Виновата кучка евреев, приехавших из Германии. Опять мы во всем виноваты. Соли так? Хороший вывод сделан, Яков, пожалуйста. Ну, что же я вам скажу. Доля истины здесь есть. Евреи всегда были, как их называли, солью в солонке мирового супа. Евреи всегда наиболее, я бы сказал так, активная часть общества. Поэтому даже говорили, что революция в России была сделана еврейскими мозгами и латышскими штыками. Но, разумеется, все, что насаждается в Соединенных Штатах, это насаждается не столько евреями, сколько насаждается левыми силами. Хотя доля евреев здесь, безусловно, существует, и она не маленькая. Так же, как было всегда во все времена, во всех странах, где евреи получали какую-то свободу. Вы знаете, у меня даже есть теория на эту тему, что там, где есть антисемитизм, евреи становятся консервативными и более правыми людьми. То, что происходит, например, сейчас в Англии или в Европе, где антисемитизм весьма силен, и там еврейское население, еврейские умы сдвигаются вправо, становятся более консервативными. Более приверженцы к свободе. Там же, где антисемитизм исчезает или он становится очень слабым, как в Соединенных Штатах, то масса евреев перестает, так сказать, быть евреями. Они хотят быть, как все, и становятся левыми. И вот такой вот маятник существует. Сейчас антисемитизм был из-за этого на подъеме в Соединенных Штатах. И я подозреваю, что если он достигнет какой-то критической величины, то тогда евреи качнутся вправо. И число еврейских леваков резко уменьшится. Но пока что их около 70%. Да, ну, скорее всего. У нас есть звонки еще? Да, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Уважаемый гость, я хотела возразить насчет того, что вы обвиняете американский народ. Американский народ проголосовал за Трампа. Просто у этого американского народа оказались подлые предатели правый стеблешмент, который пошел на соглашение с левыми. И предал и Трампа, и этот народ. Поэтому, как говорится, нельзя обвинять весь народ. Все-таки, если бы все происходило по закону, так мы бы не имели вот это чудище сейчас в Белом доме, которое мы сейчас имеем. Вот. И я, между прочим, согласна. Этот предыдущий звонящий сказал, что как же так, почему мы виноваты. А мы действительно виноваты. Не мы, которые приехали из Советского Союза, а те, которые здесь родились. И которые, как вы сказали, из-за того, что нет антисемитизма, поэтому они такие левые. Почему-то те евреи, которые ходят в ортодоксальную синагогу, те не левые. А вот эти вот сумасшедшие, которым промыли мозги в школе, они стали такие же левые, как и все остальные очень образованные люди. Вот как бы этому... А, вот что еще вы сказали, что очень быстро здесь революцию совершили. Не очень быстро, а за 50 лет. 50 лет они готовили этот переворот. Поэтому, я не знаю, как это сказать, быстро или не быстро, но правы это все проспали. А может быть не проспали, может это их устраивало. Спасибо большое. Спасибо за ваше мнение. Давайте мы попробуем еще звонки принять. А, собственно говоря, вы скорее не спрашивали, а отвечали. Поэтому, если есть вопросы, пожалуйста, слушаем вас. Еще раз добрый день. Я был сторонником Трампа, для того, чтобы было ясно. Но я хочу сказать, что вот говорят, что обманом украли выборы. Но если 52 суда, судьи разных категорий, все это опровергли, значит, очевидно, либо доказательства были недостаточно сформированы, и либо, наверное, таки не украли. Извините, давайте так. Мы об этом и на этом радио и в ТВ-клубе «Континент» говорили многожды. И тут даже какие-то споры вести. Независимо от того, что Верховный суд принял какие-то свои, а точнее отклонил иски. Независимо от действий ниже стоящих инстанций. Осталось множество вопросов и идут аудиты. Вот давайте мы дождемся хотя бы одного такого аудита в Аризоне. И тогда у нас будет больше, наверное, оснований ответить вам на ваше возражение. Как вы думаете, Яков? Да, я бы хотел добавить вот что. Безусловно, кстати сказать, суды не отклонили, не приняли, не признали. К рассмотрению они не приняли. Они отказались рассматривать. Да, это же вообще беспреки. А это совершенно, как говорится, совершенно другой калинкор. Отказаться рассматривать или признать какую-то сторону. И Верховный суд отказался рассматривать. Поэтому не надо говорить о том, что суды признали что-то. Вот, а это мы никакого признания не было. Так, мы еще звонки имеем. Добрый день, слушаем вас. Добрый день, я слушаю вас очень внимательно. Не могли бы вы все повторить, вы все. О чем речь? Вы все. Стоп, Сережа, убирай. Специально для особо одарил. Так, Яков, это местные сумасшедшие, извините меня. Ну, без этого не бывает. А как приятно иметь такого человека в среде, в своем окружении. Чувствуешь себя умнее. Это вы, Сережа Зацепинова. Он это имеет на протяжении всех своих эфиров. Так, есть еще звонки, Сереж? Пока нет. Пока нет. Последнее выступление, так сказать, люди просто покатываются со смеху и не в состоянии набрать номер телефона. Ну, да, это обычная история. Хорошо, Яков, тогда давайте мы продолжим эту тему нашу злосчастную. Ну, видите, вопросы возникли сразу. Виноваты ли евреи? Ну, как всегда. Ну, а как же? Ну, да, но евреи всегда виноваты. Значит, я хочу сказать одну еще мысль здесь провести по поводу американского народа. Вот эта дама, которая звонила, она сказала, что не надо обвинять американский народ. Вы знаете, я пришел к выводу, что неважно, это американский народ, французский народ или английский народ, но когда народ выходит на определенный уровень жизни, то есть жизненного комфорта, этот народ становится невероятно пассивным, и из него можно делать все, что угодно. Почему? Потому что этот народ боится потерять свою хорошую жизнь. И вот в Америке многие люди, например, те, которые любят свободу и обожают свободу слова, и тем не менее они держат сейчас свой рот на замке, они боятся потерять работу. Это вот, Яков, совершенно верно. Вот у меня сразу к вам вопрос, который меня мучает, честно, не один день. Вот мы часто живем мифами, да? Да. Я с большой, кстати, горечью принял вот к сведению, что миф о свободолюбивости американского народа, это такой же миф, как кто-то, какая-то национальность, жадные какая-то, всегда пьяные какая-то, еще, еще, еще. Мы знаем, такие мифы, они расхожие, скажем так. А вот про американский народ мы всегда, что вот свобода, вот это то, за что нормальный американец, как говорится, порвет. Вот, потому что он другого не понимает. Тут слишком дорого тоже она добывалась так, чтобы ею действительно гордиться, пользоваться и не поступаться. Ну, вот этот 20-й год стал как своего рода вот той самой границей, за которой вот я вдруг ощутил, что это тоже миф. Ну, потому что практически Америка молчит, ну, по-хорошему, если так разобрать. Вы совершенно правы. Это миф, который идет из давних времен. Это идет из 19-го века, из гражданской войны, со времен Джорджа Вашингтона, Джефферсона и так далее. Сейчас в Америке произошло, вот как я сказал, на самом деле произошло два важных события. Первое, новое переучение молодого поколения, и уже оно теперь не молодое, в социалистическом, неомарксистском духе. И второе, сильное изменение демографии. Потому что Америка, сюда приезжали люди, которые бежали от притеснений. И они здесь обретали свободу, и они создали вот этот миф. Сейчас же таких пришельцев, которые бежали от притеснений и приехали в Америку за свободой, их больше нет. Сейчас люди приезжают в Америку за хорошей жизнью. Эту хорошую жизнь не из-за свободы, а чисто из-за материальных вещей. То, что принято было называть колбасной эмиграцией. Вот такой эмиграции большинство, и понятие свободы этих людей совершенно не волнует. Тут, Яков, все-таки эмиграция эмиграцией, но есть те, кто тут родился, и я многого перестал понимать, потому что понятно, что страх не последний, но все равно. Так, у нас есть звонки. Добрый день, слушаем вас. Здравствуйте, Игорь, добрый день, Яков. Меня зовут Евгений. Игорь, вы знаете, по поводу, что случилось в 2020 году, был поставлен всеми политическим эстеблишментом, средствами массовой информации простой вопрос. Что вы выбираете, свободу или жизнь? Это в целом по поводу ковид-фашизма. А вообще, Игорь, большая к вам просьба от постоянного вашего зрителя ТВ-клуба «Континент». Не могли бы вы как-то сменить дискурс со все пропало на то, что у нас еще есть шанс? Спасибо вам за такой звонок и за, в общем, неравнодушие. У нас, на самом деле, если вы, в общем-то, внимательно слушаете, насчет «все пропало» мы как-то стараемся не говорить, мы стараемся давать оценку тому, что происходит, и найти какое-то объяснение тому, что делать. Так, у нас есть еще звонок. Добрый день, слушаем вас. Не дождался, похоже. Перезвоните. Ну, хорошо, перезвоните, если вы нас слышите. Вот, так что это, видите, Яков, у нас так получается, что в ТВ-клубе мы вспоминаем «Народную волну» часто, потому что у нас очень взаимосвязаны и передачи, и, в общем-то, и темы, конечно же. Так, есть звонок. Добрый день, слушаем вас. Добрый день. Спасибо за передачу. Вы в вступительном слове обмолвили, что вы обвиняете, обвиняете, и в том числе Трампа. Хотелось бы услышать, в чем вы его можете обвинить. Хорошо. Спасибо. Яков, пожалуйста. Это хороший вопрос, и я вам скажу так. Вы знаете, я был большим поклонником Трампа. Я в нем увидел совершенно, как говорится, свежий глоток воздуха. Но, к сожалению, Трамп не оправдал моих надежд. Я до сих пор к нему отношусь с большим уважением и почитанием. Но, тем не менее, вот посмотрите, он был президентом четыре года. И что случилось после этих четырех лет? Все замечательные вещи, которые сделал Трамп, они все превратились в труху. Все, ну не все, но большинство из них практически исчезло, не оставив после себя не только положительного эффекта, а наоборот, создав массу отрицательных эффектов. То есть, Трамп, как я написал в своей статье, Трамп выиграл много сражений, но проиграл войну. Почему он проиграл войну? Я считаю, что, и в чем я его главное обвиняю? Я обвинял его в его неуживчивом характере, который сумел наживать врагов даже там, где их не надо было наживать. Он собирался воевать с Вашингтонским болотом, но даже те друзья и соратники, которые у него были, он их смешивал с грязью, он их отталкивал. Он переругался со всеми своими ближайшими сотрудниками. И посмотрите, когда были выдвинуты, показаны, вернее, нарушения в выборах, подделка выборов. Кто показал эти все? Не показали ни его адвокаты, ни Джулиани не смог ничего привести, ни один другой лойер не смог ничего показать. Смог показать только подушечник, человек, который рекламирует свои подушки. Он что, член правительства? Он что, активист партийный? Он никто, понимаете? Он просто продает подушки, и он представил доказательства о нарушении выборов. Это значит, что у Трампа никого не осталось, друзей. Один в поле не воин. Так не управляют государством, вы понимаете? И вот в этом я его обвинял. И поэтому сейчас, когда будут новые выборы в 2024 году, я боюсь, что Трампу нельзя выходить на выборы. Потому что он может повторить опять те же самые ошибки. Я не увидел, не услышал пока что ничего, чтобы он как-то изменил свою позицию. Я с большой надеждой смотрю на новые силы людей, которые поддерживали Трампа. Например, Ники Хейли, прекрасная женщина, которая тонкий и умный политик. Есть другие свежие силы. И вот на них я смотрю. Эти люди, которые были на стороне Трампа. Но я не хочу Трампа больше. Я боюсь, это будет дежавю, повторение того, как это было. Вы знаете, на самом деле, когда мы опубликовали этот материал, были возражения. И дискуссия была. Ну, можно, да, можно обвинить в том недальновидности, в том, что он не просто неуживчивый. Скорее всего, он в таком бизнесе был всю жизнь, где он людей понимал. Которых и нанимал на работу, и с которыми дело имел. А там вы представляете, как застройщик, с кем он только там дело не имел, да? Но тут другая история. В политике он был, ну, воришь, понятно. И поэтому он, в общем-то, по тем или иным рекомендациям, по каким-то собственным ощущениям, набирал вот этот аппарат. Но, вы понимаете, когда человек берет в аппарат, допустим, главу администрации, тот с первого дня начинает не просто ему возражать. Это нормально, там, спорить и так далее, даже с президентом. Противодействовать и делать все, чтобы Трампу было только хуже на его месте. И таких примеров я вам могу десятки привести. Кстати, и поэтому получается такая вещь. Да, он оказался полководец без той команды. Действительно, кроме Помпео еще нескольких человек никто не с ним не пошел ни до конца. Тот же Пенс его предал в последний момент и так далее. Поэтому вот те обвинения, вот это и не воспринимается, когда вы говорите, обвиняю. Вот у меня другой к нему, может быть, претензия другая, что в конце концов, когда начались погромы городов, может быть, стоило плюнуть на все. На репутацию собственную, на прочее-прочее. И войсками просто действительно нацгвардии задавить. Но там понятно, что тут же объясняют, что это неконституционно было бы и прочее-прочее. Но, коль этого не случилось, случился тот самый ноябрьский вот этот весь остановка подсчета. И потом мы легли спать полной уверенностью, что у человека есть еще 4 года. Закончить свою работу. Чем закончилось? Тем, что утром мы просыпаемся и нам показывают другую картину. Понимаете, Игорь, проблема заключалась в том с Трампом, с моей точки зрения. Что Трамп был прекрасный бизнесмен. Любой бизнес это не демократия. Любой бизнес это авторитарная организация. Где наверху есть президент, есть босс, слово которого закон. В стране так не работает, в демократической стране. И Трамп принес авторитарный режим управления в правительство. И это вызвало резкое отторжение всех. То есть, он не смог подстроиться под это дело. Он бы мог быть, с моей точки зрения, величайшим президентом в истории страны. К сожалению, это не получилось. Вы знаете, Яков, а давайте мы посмотрим, дай бог, конечно, дожить до всех этих времен. Должно пройти время. И тогда все оценки того или иного президента. Вот сейчас мы можем сказать с полной уверенностью, каким был там Рональд Рейган, допустим. Каким был Джимми Картер. Ну и так далее. То есть, прошло какое-то время, и мы можем и сильные стороны того или иного президента, и слабые, и так далее. То есть, тут, наверное, пока рано говорить. Потому что для некоторых, действительно, его четыре года после восьми лет Обамы, это был глоток свежего воздуха. Абсолютно. Никаких сомнений нет. Но, тем не менее, я дай, но я и против того, чтобы делать священную корову из кого бы то ни было. Можно за слово вставить. Критика нормальная вещь, и мы должны видеть, как говорится, и то, что хорошо, и то, что действительно не получилось. Но мы ни слова не сказали о вот нынешнем, об этом недоразумении, которое просто вот сейчас это накануне встречи с Путиным. И что мы ждем, кстати? Вот что вы вот там думаете увидеть? Я лично ничего от этого не жду. Потому что эти, и Путин, и Байден, это люди, как говорится, вчерашнего дня. Путин, безусловно, не изменится. И Байден, конечно, тоже измениться не может. Потому что Байден, это подставное лицо для эстаблишмента, для Сороса, для Обамы и так далее. Значит, единственное, они смогут договориться о каких-то мелочах. А Байден может пообещать и уменьшить какие-то санкции, чтобы наладить какие-то отношения. Потому что сейчас, ну, практически нет даже дипломатических отношений между нашими двумя странами. Ну, посольство существует, и послы есть, но посла американского в России нет. То есть, вы понимаете, что сейчас они могут договориться о чем-то, о какой-то ерунде. Я ничего не жду от этого, честно говоря. Ничего хорошего не будет. Но, ну, вот не кажется ли вам, что даже на эту встречу поедет неадекватный человек, пожилой? Возраст, конечно, не помеха для многих политиков, но для него очевидно, что просто вот Трамп выступил, вы, наверное, слышали, что он говорил по поводу сдачи Байденом Израиля, по поводу вообще, что над ним смеются и китайцы, и русские. Ты правомерный, он сказал? Да, безусловно, безусловно. Это абсолютно марионеточный президент, и сам он ничего не соображает. Конечно, вернее, он соображает что-то, но он соображает, как правильно повторить слова, которые мы будем нашептывать в ухо через микрофон. Я, знаете, где он хорошо соображает? Вот то, что в карман кладется, вот знаете, такие зеленые бумажки. Тут, по-моему, он соображает. Он на эту тему как-то был сообразителен. Ну, это уже в крови, ничего не поделаешь с этим. Так что, нет, Игорь, я на эту встречу не смотрю ни с какой одеждой. Просто, вот знаете, неприятно, когда та страна, где ты живешь, когда такой лидер, за которого просто стыдно. Для некоторых левых было стыдно за Трампа, помните, как они бесновались? Ну, мне самому-то у него часто бывало стыдно, и я хотел, чтобы он просто пучал, а не говорил, да. И всегда он себя вел, хорошо, да, согласен. Но вот сейчас почему-то весь этот хор, помните, как этот хор свистел и топал ногами? А сейчас они все тихо сидят, и они говорят, ну, все здорово, замечательно, нас представляет настоящий лидер, понимаете? Да, 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 да. Вы знаете, даже мои некоторые левые знакомые, которые люто ненавидели Трампа все, они сейчас прикусили язык, они сейчас помалкивают, потому что им самим тоже стыдно становится, понимаете? Что вы говорите? У меня такое ощущение, вот публицист хороший израильский есть, Алекс Старн, он сказал, левый, значит, подлый, ну, у него такой вот... Я помню. Помните, да, его? Левый не подлый, левый, помните, был такой Майкл, как же его звали, радиокомментатор, Майкл Савич. Да. Он говорил, что левизна – это ментально-умственная болезнь. Ну, то есть левые – это не значит, что они подлые, они просто глупые, самовлюбленные дуры. Хорошо, но я помню его прекрасно, как он слева направо переместился, и мы любили его слушать, надо заметить. Да, безусловно. Ну, я не знаю, любит ли слушать нас, но надеюсь, что есть у нас своя аудитория, и спасибо ей за то, что дослушала, а мы с вами вынуждены проститься, и до встречи через неделю. До свидания, будьте все здоровы. Субтитры подогнал «Симон»!